1 октября особый день в календаре даты событий, когда все внимание мы уделяем представителям старшего поколения. Мы звоним нашим родителям, бабушкам, дедушкам и говорим спасибо за всю их мудрость и труд, благодаря которому мы есть, мы живем. В этот день мы чествуем ветеранов и желаем им как можно дольше оставаться ярким примером стойкости и патриотизма для подрастающего поколения. С Днем пожилых людей! Ямальцев поздравил губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов. В Международный день пожилых людей обращаюсь с благодарностью к старшему поколению ямальцев, к нашим заслуженным ветеранам, результатами труда которых мы по праву гордимся. Именно вы, наши мудрые наставники, заложили прочный фундамент для стабильного социально-экономического развития округа. Своим самоотверженным трудом, верой в победу и оптимизмом вы раскрыли потенциал региона, наметили его перспективы. Вы и сегодня в строю передаете свой бесценный опыт молодежи, показываете пример социальной активности. Поддержка старшего поколения – один из основных приоритетов деятельности правительства ЯНАУ. Крайне важно, чтобы вы могли в полной мере реализовать свои планы, были здоровы и счастливы, чувствовали себя на Ямале комфортно, получая необходимые и качественные социальные услуги. Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАУ. Ирсалинских пенсионеров по сложившейся уже традиции собрал праздничный зал Центра национальных культур. 1 октября здесь вновь встретились односельчане, бывшие коллеги и просто друзья. В дополнение к ароматному чаю и сладкому угощению гостям праздника предложили концертную программу. Все слова и песни сегодня только для них. Этому знаменательному событию уже пять лет. 1 октября 2014 года в Ярселе торжественно открыли мемориальный комплекс «Связь поколений». Вместе с установкой памятника воинам-ямальцам, погибшим в годы Великой Отечественной, была благоустроена и Центральная площадь. Глобальные изменения в поселке начались по инициативе администрации Ямальского района и включали в том числе демонтаж устаревших конструкций и снятие дорожного покрытия. Мы заглянули в наш архив и нашли интересные кадры, этапы некоторых строительных работ, торжественное открытие мемориального комплекса. Этими и другими воспоминаниями поделимся с вами в программе новости «Люди. События. Факты» уже завтра. Включайте ЕТВ в среду в 8 вечера. Дальнейшие шаги по совершенствованию качества и доступности медицинской помощи, предоставляемой в главной больнице региона, в ходе визита в Салихардскую окружную больницу, обсудил с коллегами и руководством учреждения губернатор Ямала в понедельник, 30 сентября. Недавно в стены медицинской организации поступило новейшее современное оборудование, и специалисты уже успешно работают на нем, спасая жизни ямальцев. Одним из таких стал аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации ЭКМО. Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Алекс Савин с гордостью продемонстрировал гостям оборудование, рассказав о его возможностях. Аппарат позволяет полностью протезировать функцию легких и насосную функцию сердца в течение длительного времени, что дает возможность сохранять жизнь при самых тяжелых состояниях. Такой аппарат есть не во всех субъектах страны. Важно, чтобы здесь, на территории существующей больницы и прилегающих площадях, у нас создался современный медицинский корпус. Мы начнем уже в следующем году строить новую станцию скорой помощи. Это позволит будущим, убрав старое здание, построить новую совмещенную поликлинику для взрослых и детей. Она будет соответствовать самым высоким стандартам в рамках нацпроекта, в рамках тех задач, которые ставит наш президент, когда поликлиника должна быть действительно комфортной, удобной и отвечать самым высоким требованиям. К 2025 году больничный городок Салихарда существенно преобразится. Будут возведены две поликлиники, взрослая на 1400 посещений в сутки с дневным стационаром на 12 коек и детская с дневным стационаром на 840 посещений. В планах региона строительство психоневрологического диспансера на 70 коек, резервного здания акушерско-гинекологического стационара на 48 коек и реконструкция нынешнего здания окружной больницы. Начнут уже следующим летом со строительства нового здания для станции скорой медицинской помощи. До открытия нового объекта благоустройства в Ярселе по улице Советской осталось совсем немного времени. Уже сейчас белоснежные элементы площадки привлекают внимание прохожих. У некоторых жителей поселка даже появились первые фотографии в социальных сетях на фоне очаровательных фигур белых мишек. К слову, объекты будущего парка методом голосования выбирали всем поселкам. Также решили поступить и с названием в паблике «Мой Ямальский район» социальной сети ВКонтакте. Начался первый этап голосования. Каждый желающий может предложить свой вариант названия для новой зоны отдыха. Мы решили провести конкурс на народное название новой парковой зоны. Потому что оно сухо звучит. Комфортная среда, Советская, 35. В группе «Мой Ямальский район» собираем предложения. Пять предложений, которые наберут больше всего лайков, в пятницу также будут выставлены на голосование в группе «Мой Ямальский район» и уже будет определен победитель, который впоследствии будет награжден ценным призом. В четверг в 17 часов пять названий, которые наберут наибольшее количество лайков, попадут в шорт-лист. Одно из ярких имен и станет победителем. В настоящее время уже есть лидеры голосования. Наибольшее количество лайков набрали названия, предложенные пользователем Екатериной Лельховой, полуостров Ямал и северное сияние.